Всем привет! Меня зовут Аня, я персональный стилист. На этом канале я рассказываю о моде и немножко о своей жизни. И сегодня у нас с вами влог. Влог, который начнётся немножко необычно. Во-первых, сегодня 6 февраля. Это означает то, что начался 8 семестр моей учёбы. И я уже устала. Но я ещё не отсидела ни одной пары. Кто-то сейчас подумает, ой, 8 семестр уже, диплом писать надо, но нет. У меня ещё 3 семестра впереди. Я специалитет. Я в последнее время очень плохо сплю. Настолько плохо, что засыпать начинаю только к 5-6 утра. И сегодня ночью это сыграло мне на руку, потому что в полтретьего у меня сработала сигнализация на машине. И я вам покажу потом, что произошло. Я не буду раскрывать всех плюшек. Скажу честно, я в шоке. Звезда в шоке. Я просто скажу одну вещь. Вчера, когда я приехала домой, мы с Ирой ездили по магазинам. Я приехала домой и почему-то решила, что мне нужно припарковаться задом. И знаете, я рада, что я припарковалась задом. Я не знаю, почему мне это в голову вчера пришло, пока я встану задом. И у меня сегодня такой образ. Это свитер Эмклор, башка Зара, это Алиэкспресс. И у меня тут джинсы новые от Love Republic, которые вы, по-моему, еще не видели, потому что я не снимала влог. Когда покупала их, я купила их на скидках за 2 тысячи. Чтобы вы понимали, о чем я говорила. У нас дерево херанулось в полтретьего ночи. Всем пока. Просто, чтобы вы понимали, моя машина стояла вот здесь. Понимаете, да? Какой эти ветки были на моем багажнике. Просто вот буквально несколько сантиметров, и мой багажник был бы в лопе. А вот эта машина, которая стоит, номера которой я сейчас закрываю, и не знаю, что это машина, что это из соседей. Она стояла рядом со мной, и ей досталось побольше, и на капот упала ветка. Но вроде бы тоже все нормально. Видимо, они утром ее переставили, потому что ночью никто не вышел. Мы вышли в полтретьего с отцом вместе, смотрели, что с машиной, и перепарковывали ее, потому что, ну, оставлять ее там как-то не было желания. Теперь я буду парковаться в середине двора. Всем спасибо. Не хочу... Это второе дерево в нашем дворе, которое падает. И второй раз, когда нам везет к тому, что в прошлый раз, когда упало дерево, оно упало. Сантиметров в десяти от нашего багажника тоже. Добрый вечер. По-моему, сегодня восьмое число. Кстати говоря, почему я сейчас снимаю? Потому что я только что получила посылку. Вот буквально только что. Буквально пять секунд назад. Обувь прислали без коробки. Личие. Ну, вы... Что-то довольно необычное. У меня такого еще не было. Эта модель была на скидках. У меня у подушки такие, а она покупала их без скидок. Блин, вы, блин, очень круто. Но у меня... Я думаю, что нужно затянуть ремешки, потому что как будто бы... Как-то свободно это сидит. Блин. Супер. Каждый раз я пытаюсь аккуратно склеить этот... Их кружочек, а у меня не говорят, что не получается. Тут у нас с вами длинный винный кардиган. Я только сейчас поняла, сколько темно вам было, возможно, когда я показывала туфли. Вторая вещь в посылке — это вот такой вот кардиган. Смотрите на мои домашние шорты. Я надела майку, чтобы было удобно. Я хотела длинный кардиган себе. Я обыскала весь Вайлдберрис. Я обыскала Лайм, Лич... Ой, Личи, господи. Лайм, Лав Репаблик, Озон, Ламоду. Я ничего не нашла. Мама сказала мне, посмотри в Личи. Ну, вдруг. И нашла там я вот такую модель. Тут с двух сторон разрезы. Я, кстати, не помню, чтобы я видела их на фотографии. Но мне кажется, все равно выглядит стильно. Есть еще в других цветах. Есть, по-моему, белый и черный. Но мне так понравился этот цвет. Я подумала, мне надо... Вот так вот. Такие вот покупочки. На самом деле, скоро еще должны прийти... Еще должен прийти один заказ с Алика. Одна большая посылка, где много разных заказов. Она уже в Волгограде. Я жду, когда она поступит в мой пункт выдачи, чтобы я побежала. И такая... Продолжение влога. Я вообще никак, во-первых, не возьмусь его монтировать, во-вторых, не возьмусь его доснять. Я только что вернулась домой. И такое странное позади меня теперь интерьер такой. У меня была перестановка в комнате. Теперь у меня на месте матраса, кровати стоит комод. Это было сделано для того, чтобы я могла спокойно снимать в этом углу. И тут теперь стоит моя кровать. А там ничего не изменилось. И я только что делала распаковку для телеграм-канала. Заказала вот такие сережечки с Алиэкспресса. Точно такие же были в Лайме. Но они стоили, по-моему, две тысячи. И мне было жалко таких денег. И второе, это вот такой вот шоппер. Я хотела... Блин, не видно ничего. Хотела себе леопардовый шоппер. Выглядит суперкруто, стильно. Буду носить, особенно сейчас весной. Мне кажется, самое то. Подождите. Обязательно орать надо. А вы же не думаете, что это всё? Я сегодня забрала свой заказ из-за золотого яблока. Читай, города. Во-первых, детектив. Его вот только что, ну, роман с третьего года. Он у нас только вышел. Я делала, по-моему, предзаказ. Или нет. Я дождалась, когда он выйдет, и заказала. Это раз. И два. Я заказала себе всё-таки эту маленькую жизнь. Захотелось. Так много видела на неё отзывов хороших. Решила, что мне тоже надо. Ну, конечно, её масштабы меня впечатляют. Я немножко в шоке, ужасе. Но очень хочу прочитать. И, на самом деле, сейчас опять, опять книжный влог. Сейчас читаю Селену, которую мама привела в секту. Мне очень нравится. Немножко тяжело морально читать. Потому что мне, как психологу, который учится на это всё, вот эти вот red flag, знаете, ты такой... Я хочу замутериться, но не могу. Ты такой... Какого чёрта? Привет. В общем, возвращаясь к книге. Блин, у меня бардак ужасный, извините. Очень советую. Это серия из пяти книг. Тут ещё вот можете прочитать, если вам это интересно. Я добавила себе ещё две в избранное... Почему я хочу сказать в золотом яблоке? Добавила ещё две в избранное в читай городе. Дочитаю эту. У меня там полно книжек. Когда я хотя бы половину оттуда прочитывал, закажу новые. А пока что... Я не готова заказать ещё новые книги. Мне ещё с ВБ едет одна книга от Стейс Крамер, которая написала «50 дней домового самоубийства. Юность подарит первые шрамы». По-моему, она называется так. Увидела её в читай городе. Но, блин, вот опять же, разница в цене в читай городе и на маркетплейсах прям такая хорошая. Я редко стала покупать что в читай городе, только если там какие-то скидки и если у меня есть бонусы. Потому что, например, эти книжки, которые я вам сейчас показывала, они мне вышли в 1100. При том, что только маленькая жизнь стоит полторы тысячи. Они были на скидках, и плюс у меня было 400 бонусов, баллов на моей карте. И я их все списала. Поэтому я довольна. Она даже на ВБ стоила, по-моему, 900 рублей. Это маленькая жизнь. Всем привет. Снимаю против свету. Этот влог встал на стоп на очень долгое время. Я сейчас снимала вам покупки месяца. и снимаю как раз, как выглядят украшения и примерку. Все, в принципе, проснулась. Ради этого я сегодня 8.20. Всем привет. Работаем. Работаем. Не жалуемся. Все покупки будут в видео с покупками. Не буду больше ничего спойлерить. Просто, чтобы вы понимали, как это все выглядит. В каком бардаке. Будем это все выбирать. Я сняла еще рилс для запрещенки. Я думаю, что я сниму сейчас еще что-нибудь. У меня пока еще есть время. Мне выходить аж через час двадцать. Довольствуемся временем и солнцем, которое сегодня у нас есть. Плюс лампа. Плюс еще такой свет. В общем, рабочие вайбы. Пожалуйста, скажите мне, что я не одна такая, кто не может выкидывать вот эти вот красивые коробки. Я эту колонку распаковала, наверное, месяц назад. Она все это время стояла у нас в гардеробке. Ай. Нужно это сегодня выкинуть. А еще я вчера сломала ногти. Всем здравствуйте. Второй уже. Мне ее жалко. Я, как обычно, монтирую влог, который вы сейчас смотрите. И решила записать вам прощание. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, на другие социальные сети. Все ссылки я оставлю в описании. В том числе на телеграм-канал, запрещенку, пинтерест. Все. Ставьте лайки, комментарии. И увидимся в следующую пятницу.